Месяцы подготовки и проработки маршрута, поиск спонсоров и мощная поддержка руководства города и области помогли реализовать поистине уникальный международный патриотический проект «Автопробег Брест-Иркутск-Брест. Содружество от Буга до Байкала». 8 мая четыре автомобильных экипажа стартовали от стен Брестской крепости и за 40 дней преодолели дистанцию в 16 тысяч километров. Это была инициатива обычных людей, которые пришли и сказали, Вот в этот период подготовки к такой трагической дате, 80 лет начала Великой Отечественной войны, 80 лет начала героической обороны Брестской крепости, мы предлагаем провести автопробег. Конечно, мы сразу оценили потенциал этого автопробега, потенциал вот такой объединительный, потенциал, который позволит нам еще раз напомнить и нашим друзьям, нашим партнерам из Российской Федерации и самим себе напомнить о том, как важно вот эта солидарность, общечеловеческая солидарность в вопросах сохранения исторической памяти и тем более в вопросах сохранения памяти о тех страшных событиях, которые произошли 80 лет назад. По пути следования от Буга до Байкала участники автопробега посетили 20 регионов Белоруссии и России и сделали остановки в 25 городах, чтобы провести патриотические мероприятия и рассказать о Бресте, его истории и героях. Для нас крепость подготовила 8 рассказов, причем достаточно обширная тематика и создание крепости, это оборона Брестской крепости, поиск защитников Брестской крепости после войны, история спасения знамени 393-го отдельного артиллерийского дивизиона, создание музея обороны и мемориального комплекса Брестская крепость-герой, ну и современное состояние и комплекса, ну и кроме того информацию о Бресте, о самой Брещине. За это время мы завели очень много новых друзей, некоторые из них даже приехали сюда на 21-22 июня. Ну и мы будем продолжать эту работу по расширению наших дружеских и патриотических связей со всеми регионами Белоруссии и России. Мы познакомились с прекрасными людьми, мы увидели замечательную природу России, замечательных людей, радушных, таких гостеприимных, таких разных. Они помнят историю свою, они помнят Великую Отечественную войну, они чтят память погибших, и это самое главное. Представителям российских регионов были переданы капсулы со священной землей Брестской крепости. Сами участники по пути следования собирали добрые пожелания и отклики в книгу отзывов автопробега, которая теперь займет достойное место в музее Брестской крепости. А также организатор проекта Алексей Манец лично передал руководству мемориала ответные памятные подарки от единомышленников из России. Именно для Брестской крепости Чуваши передали землю из сурско-казанских рубежей. Значит, в этом году исполнится 80 лет. Кто хочет более подробно узнать об этой истории, в интернете посмотрите. На строительстве этих рубежей была использована вся техника, которая оставалась в тылу, и 200 тысяч человек. Спасибо огромное. Новичное хранение в музее Брестской крепости. Это земля сурско-казанских рубежей. Уникальный международный патриотический проект удался, и это подтвердили все участники и те, кто помогал в его реализации. А на память о самом продолжительном по времени и расстоянии автопробеги в новейшей истории Бреста каждому из них были вручены дипломы. Субтитры создавал DimaTorzok